Приветствую вас, Алиса. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это, наверное, на то, что вы говорите, что с вами это начало происходить вот какое-то время назад, да, то есть последние 6 месяцев, вот. А раньше такого не было. Значит, что-то случилось у вас, да, что-то произошло, и нужно вот понять, что случилось, собственно говоря, нужно понять, что произошло, а нужно этот момент увидеть. Потому что это достаточно важный момент. Вот. Потому что с этого момента вы как раз-таки начали... такие вот навязчивые мысли, чувства. Вот. Собственно, нужно поисследовать, как вы к этому пришли. Это первое. Второе. Значит, навязчивые мысли всегда, это всегда определенные желания, это всегда определенные потребности. И желание и потребности, это, конечно же, ваши. сложились. Та есть, вы. Вы, в чем-то нуждаетесь. Вот. И прокручивать, где-то в, вот, в моем сознании. Ну, нужно, понятно, да, можно... разобраться в том, чего именно вы хотите, как вы приходите тут к своим вот таким привозным мыслям, как именно, что за ними стоит, что за ними находится, чего вы, например, может быть, боитесь чего-то, может быть, чего-то опасаетесь, да, вот, и дальше уже смотреть, как вы можете, вот, собственно, удовлетворить свои условия, свои потребности. Вот, потому что, ну, что их нужно удовлетворять, я думаю, с этим вы спорить не будете, вот, то вы неудовлетворены, вы с этим тоже спорить не будете, вот, ну, нужно только понять, в чем именно вы неудовлетворены. И проблема будет решена. Навязчивое местное, вот, если вы думаете, это ведет к сложению ваших потребностей. Вот, ну, лично я думаю, что здесь речь идет о том, что вы боитесь ответственности. То есть вы, вот, привыкли, вероятно, к тому, что ответственность слишком тяжелая для вас, вот, и что она не просто тяжелая, но она, вот, в какой-то степени даже, угрожающая вам, вот, я думаю, так. Ну, это, опять же, то, как мне видится данная история, вот, я могу ошибаться. Здесь, у меня, вот, видится, видится таким образом этот момент, что вот, боитесь, что вы избегаете, вы пытаетесь избежать ответственности. Вот, который вам кажется ужасно. Вот, ну, тут да, тут взаимодействие с бабочкой, скорее всего, как-то спровоцировало данное отношение. Вот, потому что, возможно, именно бабочка вам какие-то вот вещи внушила, из-за которых вы теперь нервничаете. Может быть, это связано с работой, которую вы воспринимаете как-то, вот, не совсем, может быть, позитивно. Вот. Тут тоже вполне может быть такая история. В любом случае, насчет психиатра, мне кажется, будет торопитесь. Вот. Вот, вначале нужно разобраться с тем, что с вами происходит. Вот. Пройти медицинское обследование, да, медицинское обследование можно было бы пройти, если у вас есть такая возможность. Было бы неплохо, если бы вы пришли медицинское обследование. Вот. Ну, просто проверили свое здоровье, просто проверили, как вы и вообще. Вот. Ну, я не думаю, что речь идет тут о заболевании психически. Вот. Другой вопрос, если вы оставите эту ситуацию вот так, как она сейчас есть, и все, и больше с ней делать ничего не будете. Вот, в таком случае, да, могут быть трудности, безусловно, потому что, ну, сама по себе ситуация не исправится, к сожалению. Вот. Вот. Ну, это уже исключительно, как мне думается ваша ответственность, да, только сами решайте, как будете делать. Ну, как, как, как будете поступать в эту, в этой ситуации. Вот. Я думаю, что примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Если вам понравился, то буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего. Я вам желаю всего доброго самого. Я вам желаю удачи. Я вам желаю успешного разрешения вашей ситуации. Вот. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.